Депутаты Законодательного собрания Омской области не поддержали законопроект в возвращении прямых выборов мэра Омска, его внесли коммунисты. За высказались только 14 депутатов из 41. Но намного больше споров вызвала другая инициатива. Депутаты предложили передать введение Заксобрания о порядок начисления арендной платы для бизнеса и уменьшить ее размер, который вырос многократно за последние полтора года. Стоимость аренды сейчас рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости земли. Печально известное 108-е постановление без лишнего шума приняли в 2015 году, но предпринимателей об изменениях уведомили только полгода назад. И выставили им гигантские счета. Напомню, сложный вопрос, из-за которого регион уже покинули ряд инвесторов, находится на личном контроле у губернатора почти год, но так и остается нерешенным. В правительстве обещают снизить арендную плату, но сделать это готово только с января 2018 года. Депутаты же предложили либо пересчитать платежи за 2015, 2016 и 2017 годы, либо использовать новую систему расчета с сегодняшнего момента. Предприятие и сейчас готово было выкупить землю, но они не могут, у них счета заблокированы. У них есть долги, они их обязаны погасить, а они пытаются дождаться решения от губернатора. И это обещание, изменение мнения губернатора, то на одно, то другое, в том числе и на имиджи Омской области сказывается. Впрочем, первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов заявил, что губернатор решение все-таки принял и изменения в постановлении будут обнародованы в самое ближайшее время.